доброго фпс и господа с вами снова я шус давненько не страл кирпичами да собственно холод глянул я отзывы в стиме вроде очень положительные почему бы и нет хоррор по истории какие-то туристы советские кота заблудились там на урале а вот собственно не буду читать вам короче группа из девяти студентов уральского политехнического института правила сложный зимний поход горе а тортон северная часть уральский гор сначала их путешествие шло по плану на седьмой день пути ухудшили на седьмой день пути ухудшилось погодные условия они заблудились им пришлось разбить лагерь на склоне горы холод сяхыл к сожалению не знаю эту гору у артура блоксировав и спросите он должен знать этот привал стал для них последним три недели спустя когда 7 7 не получили сообщение об успешном завершении похода из екатеринбурга были отправлены первые спасательные экспедиции 25 февраля 59 года был найден заброшенный лагерь палатка была разорвана и засыпана снегом все вещи группы остались внутри дальнейшее изучение показало что палатку разрезали изнутри судя по следам поблизости члены группы сбежали из палатки они были босиком это указывает на лихорадочный побег напуганных до смерти людей две цепочки следов свели к лесистому участку ниже по склону спасательная команда нашла импровизированный костер и два тела на них были только белье оконечности покрывали царапины и порезы скорее всего получены при попытках в панике забраться на дерево но что могло их так сильно напугать следующие три тела нашли в районе нескольких сотен метров от первых у одного из них был пробит череп несмотря на отсутствие следов борьбы только весеннее тайне через два месяца позволило спасательной команде найти остальных жертв последних четырех туристов нашли под толстым слоем льда и снега вскрытие дало еще более странные результаты у всех были обнаружены серьезные внутри внутренние травмы возникшие результате воздействия неизвестной силы по характеру травмы напоминали получаемые в автовая катастрофа делах не было внешних повреждений и синяков за исключением вырванного языка у одной из жертв и странного оранжевого цвета возникло множество гипотез об этом среди теории было нападение местного жителя инопланетян а также сход лавины но каждая теория вызывала еще больше вопросов истинная причина этого трагического происшествия установлена по сей день что же произошло на самом деле возможно ответы на этот вопрос все еще ждет глубоко под снегом тут выступая почему бы и нет акт 1 о боже еще тут фактово чувствую тут надолго и бать красота а ноги есть у меня ног нет нифига это чё серьезно это игра ну-ка видео видео дополнительно можно еще пашу эпическое естественно вот это да вот это да ребятки да ладно надо быстро сделать скорость мышки потише господи sound прям серьезно это ход ну я бы я не хочу вообще ничего сглаживание мыши выключить естественно чувствительность обзора но поставил на 3 применить нужно поглядим более-менее можно даже чуть побыстрее давайте идем быстрее видите что прерываюсь вот это жесть я до сих пор не верю то что я вижу слишком красиво а я еще дурак не посмотрел кто разработал надо было ознакомиться потом посмотри нам же наверно не сюда правда нет бегать ребят по парень умеет боже как красиво а где это мы я был на урале всего раз в челябинске это было относительно недавно и в екатеринбурге тоже был до уфу не доехал вот артур здесь наверно плавают артур просто обязан ее пройти или хотя бы бы посмотреть на нее это же его родные пенаты я могу идти туда куда захочу о боже и в хоррор и мы сами давненько не играли до на пробел можно приближать прям как в армии интересно куда я должен идти пойдемте дальше по улице прогуляемся парковка знак относительно новый и что проезд запрещен да а может и был не проезд запрещен у меня прав нет я могу ошибаться я так знаю знаете относительно все понимаю долго бегать тут нельзя у нас парень видимо дохлик но судя по всему надо идти в лес проклятые туристы погибли божий чувствую будем старать говном ребят с таким графоном срать чем-то другим невозможно мне пишут стим сейчас я стим выключу одну суток что-то действительно холодно но когда я был в челябинске ну что за поворотик температура воздуха была максимально достигала минус 17 это еще относительно тепло так тут но судя по всему конец поезда и состава похоже на то есть эти до железки то куда ты придешь еще один состав безлюдно тут брошенные дома прыгать умеем прыгать не умеем жаль холод и что я здесь делаю стрёмно все таки даже видите какая вот дымка дымка да я забыл как это называется мне еще рассказывали когда я видел это я говорил что же это такое это специальное слово есть когда снег так парит над этим над землей изморозили как-то не помню опа я до сих пор любуюсь красотой на самом деле сейчас на меня улетит какая-то ебака я естественно босрусь но каждый вкус не напоминает человека такая такая тайга конкретная карты естественно нет я уже попрожимал все что было фонарика тоже на не нажимается может как другая кнопка компас на карта на c нет пока что у нас нет ничего здесь можно деть по низу а можно приседать это значит нам сюда присесть наверное да нет показалось нет не удается мне преодолеть это ж вот если вы помните была игра которая называлась мы с вами не играли еще какое-то какое-то время лонг найт или лондарк лондарк по моему все таки если бы в той игре был такой графон ибо я бы ждал просто невероятный успех она и так успешно кстати что-то не совсем не отстреливаю куда меня ведет моя нелегкая вот говорят в тайге лего запуск легко заблудиться заплутать не обманывают вернем на право ой 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 это следы натуральные человеческие следы идешь ко мне да уж не знаю что у меня обзор начинает тускнеть у меня до меня сильно очень пугать пожалуйста сейчас полночь точнее у меня сейчас два часа ночи уже так что я усрусь конкретно да да о пещерка узенькая такая минутку пока он просто проходит как показалось колокольчики только у меня щас не накрыло никаким гиргулем невыносимый горячий свет боль рущая на части тела мое я чувствовал что она вырвет вырывает мою душу через какое-то время я стал никем ничем я иду на колокольчике свет погас я исчез бескрайней темноте конец я встретил с радостью конец я встретил с радостью я что-то нашел о боже это покойник это палатка это разорванная палатка лыжи нажать е так фонарик я вижу компас карта воу воу только вот этого всего не надо так у нас появилась карта ссср компас заши зашкварил собственно ок 2 так быстро игра крашнул разочек я пробежался заново сходу дать пытались стать человеком когда другие убеждают о вас что всего лишь пациент объект которые не могут подчинить своей воле они могут подчиниться когда он говорят что вы чудовище которое заслуживает наказание а вы не можете исполнить что в чем же ваши грехи когда они забирают ваших близких оставляя гнить в темноте проблема в том что в их темноте вы никогда не будете одиночку ой что-то уже и все не так радужно как начиналось что это за красный свет справа сверху какая-то вышка стремно у нас есть фонарик о все кнопки начали работать журнал отчеты статьи ничего карта ну реально есть карта я могу посмотреть где нахожусь я масштабирование правая кнопка мышь и видимо нет знать бы хоть какой-то ориентир где я могу быть где старт закрыть карту я явно где-то здесь где я точно не могу знать но пополам аф-1 чтобы получить информацию по выживанию давай бег левый шифт по глубокому снегу утомительным выбирайте скорость примечения соответственно с окружающими условиями чтобы не переутомить свой организм перед отправкой в дальний путь отдохните в лагере выберите безопасный маршрут вы можете сфокусироваться правой кнопкой мышки или на любом предмете лучше всего рассмотреть ну чтобы лучше его рассмотреть освещайте свой путь фонариком освещая свой путь фонариком вы становитесь заметнее внимательно изучите местность чтобы выбрать наилучший путь для этого используйте М компас боковая кнопка мышки труднодоступные ущелья могут привести к интересным местам или помочь сократить путь чтобы получить к ним доступ иногда нужно будет пробраться под низкими препятствиями хорошо хорошо это дневник мой сказал мне или это статьи мне сказали я не знаю что это мне сказало но больше а выживание это мне сказало так компас тут есть хорошо начнем с простого СССР так север север это туда да так возьмем карту о я вижу себя кажется вот лагерь наш да как нам лучше попасть сейчас куда мы должны попасть я даже не знаю давайте перво на перво доберемся сюда а это значит сейчас мы отсюда пойдем а вот тут у нас написано все 37 Норс 62Е 37 начнем сначала а есть еще 7 Норс 5 2Е 7 Норс 5 7 Норс 5 ОЕ это вот здесь да 7 Норс 5 2Е ну вот 7 Норс 5 2Е значит сейчас мы пойдем на север проложим путь по дорожке по дорожке здесь возможно можно сократить чуть-чуть уйти севернее с дороги прийти на развилку двух дорог и там уже все будет между них ладно так и поступим так север это нам туда блять не забывай это хор тебя тут будут пугать пугать будут конкретно дороги здесь я вообще не вижу которая должна меня вести хотя вот что-то похоже на дорогу так ого а че это там ну-ка давайте глянем блин холодно это что такое каменюка сейчас пойдем через тайгу ребятки нет через тайгу не пойдем если я пойду севернее я не ошибусь дело то вот в чем о господи только бы не усраться а чёрт лес меня не лес меня не отпускал представляете лес хотел взять меня чёрт иду я на самом деле у меня есть навыки чё тут за бумага листает ой шо это было такое во 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 чё это такое нажатье загадочные огни над космодромом свободны в ночь с 4 на 5 июля в небе были замечены загадочные события свидетели сказали что видели яркую оранжевую сферу которая несколько раз пересекла небо над городом она двигалась хаотически и часто меняла направление полета в итоге она остановилась и исчезла майор Гирко опытный летчик подтверждает ни один из известных нам летающих объектов не может так двигаться военный персонал космодрома ответил на наши вопросы кратко решительно они отреклись от какой-либо связи с событием сообщив что в этой области не произвелось никаких действий как и испытаний а загадочные огни над космодромом отождают никаких действий испытаний ясно прикольно так нам нужно держаться все таки северного направления по крайней мере потому что так хочу я так хорошо давайте глянем где эта вышка а вот тут написано где ну вот тут я нашел эту записку начинаем сейчас вниз на развилке направо до упора наверх ну и как то там надо что то придумать будет походу разберемся так а сейф есть какой-то F5 F6 нет нету бля стремно ребята стремно жесть холод это вьюга в ушах что это за мостик дурацкий нам на развилке наверх мостик это судя по всему вот он но нам на него не надо мы идем наверх сначала северную часть фонариком мы не пользуемся фонариком я не знаю кто здесь может быть врагом нет не оружие ничего тут людей что-то убивало черт меня гери а ладно позитив надо оставаться быть позитивным так только что была подгрузка подгрузка меня не обмануть я парень со стажем твою мать это что такое черт как плохо я знаком с уральской культурой так посмотрим быстро ну вот да вот этот сейчас из вилок налево направо узкий он конечно падла опа туман резко опустился наплевать им на эмо культуру так ну вроде все в порядке так глянем что там туда мне как раз и надо попасть судя по всему по тому дереву я смогу это сделать возможно я бы не хотел провалиться но как говорится самый тонкий лед он здесь на краю чего это там давайте никуда не будем торопиться мы все таки не спидран записываем ебать что это там погреться что ли можно да лед толстый когда кручусь аж слышите как в ушах дует ветер прикольно нет поэтому дерево нам не подняться опять эти так опять эти стремные тотемы вот подъем ведет он на север подъем на север дайте глянуть я быстренько посмотрю да судя по всему вот он начался да тут мы прошли прошли по этому озеру и вот подъем нам сюда центр могу ошибаться но если бы я вел отделение своего роса то я бы вел его сюда блять нет я бы его не вел сюда я бы развернулся и сказал съебываем первым же рейсом я бы кричал в дальнюю вертушка запрашиваю вертушку эвакуацию ой не нравится мне это ой не нравится мне это да айгэс ты уже это говорил ёптвоё нет компас лучше сейчас оставить я все еще придерживаю северного направления как можно выше я постараюсь сейчас не бегать потому что стамина нам всего понадобится что броняя кал валить отсюда хотя что то успокоилось вроде ну пусть так и остается нет да серьезно оп да получается так так северное направление здесь ёптвою мать я убью тебя андреевна если ты хоть еще раз зайдешь в эту комнату в ближайшие полчаса я говорю я убью тебя беги отсюда вы не поверите это возможно было не очень страшно но для меня сейчас вот этот левитирующий камень является олицетворением ужаса черт грилл фокин грилл так ну мыться мы я сегодня не планирую замерзнуть еще до смерти блин красота то какая то ебать ебать вы это видели вон он уходит он уходит там а ну дышит пошло в жопу нагеса выкуси координаты ты там еще ебать ебать 10 n 57 е проверим 10 n 57 е это здесь а нам нужно 52 е нам нужно идти ну восточнее получается вот туда нам боже там была ебака лучше держаться просто восточнее я думаю лучше пойти ниже потому что ниже я смогу повернуть восточную в случае чего если бы я пошел по верху я бы повернуть восточнее явно не смог дневничок вот например можно взять показания охранника 72-летняя Анна Энн спустя годы молчания решила рассказать о событиях своего прошлого она это объяснила так я смертельно больна мне нечего терять я хочу чтобы люди знали о тех преступлениях которые были сделаны во имя науки Анна Энн описала место научно-исследовательский центр где ученые по ее словам ставили бессердечные опыты над заключенными была одна особенная камера нам не давали к ней и близко подойти и ее осторожили солдаты хотя я видела как туда заводят людей мало кто возвращался я общалась с одним из них и спросила что они там делали почему так мало оттуда возвращается он посмотрел на меня с испугом и сказал Анна ты когда-нибудь видела ничто абсолютную пустоту без края я был там я стоял над бесконечностью вселенной на границе между реальными и нереальным реальным и нереальным там бездна гигантский бездонный колодец темная пещера ада и почувствовал это это сверлило мой череп как тикающие часы оно смотрело на меня снизу оно подкрадывалось ко мне и медленно начало в меня входить пустота спустя какое-то время тот же заключенный попросил меня передать письмо в котором молил о помощи я должна была передать письмо прессе и передать огласке все происходящее но письмо исчезло до сих пор я не знаю что с ним случилось в любом случае они бы наверное все отрицали мы попросили у руководителей тюрьмы в которой работала Анна Н. прокомментировать это заявление Владимир Кронский начальник тюрьмы категорически отрицает что такие события действительно имели место в кратком сообщении он сообщил нам что Анна Н. была охранником но никогда не работала в вышубомянном центре потому что такого объекта просто не существует он отправил выписку из личного дела Анна Н. в качестве доказательства того что с 1940 по 1950 она работала в Сухановской тюрьме также известной как спецобъект номер 110 ее уволили из этого из это что? ее уволили из этого видимо учреждений из-за психического заболевания также были приложены копии медицинской карточки и медицинского заключения хорошо что за диктофон видимо это камера но я не могу ее взять так что тут есть самое место нет? давайте вернемся назад надеюсь тут нас никто или ничто не ждет блин тут теневой мужик реально выбил меня из колеи только я значит успокоился как тут подождите а это была ли сейчас мне записка? да записку я нашел здесь да? да это дорога сейчас мы поднялись сюда попрыгнули тут она придет нас туда куда надо давайте следовать ей ориентироваться здесь казалось гораздо проще чем я думаю такие узенькие коридоры в которых где ты я тут рядышком приветик опа видите дядю но дядя к нам сейчас не сможет наверное подойти дядя оставляет следы ебать ебать я тут постою бля тихо 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 нет нет явно это плохая мне кажется к черту в ад в чертов ад да здесь чисто гребаный ад тени мой мужик решил отступить я что то не могу понять ага не увидел я сначала так это мы сейчас где 11Н55Е а высота что ли я не понимаю я можно гляну просто 11Н55Е вот здесь мы где-то находимся да и идем ровно на запад почему-то да идем почему-то на запад я лучше тут пройду ага это конечно приятный вход мне очень нравится но вот входик слева выглядит убедить опа это у нас что это что там такое что-то там на западе так я надеюсь больше деревья ломаться не собираются так то холод блин нет ребят это спуск это это этим путем мы будем отсюда валить чертов холод даже с картой даже с компасом даже с линейными коридорами я все еще умудряюсь заблудиться давайте пойдем на вершину я уверен на самом деле все происходит на вершине черт я не уверен что мне нужно сюда ну ладно нам на восток так что направо о нет мы вернулись туда куда лучше было не возвращаться родной топи ладно спишем на то что сейчас мне повезло черт придется возвращаться полным кругом я блять не хотел туда прыгать вот правда я не собирался но дернул меня черт я женщина это похоже на то что я женщина почему почему вот я видимо я сексист я ненавижу играть за женские персонажи я навижу и когда в хоррорах мне не дают выбора говорят вот играю за женщину я говорю это почему блять подождите я же тут уже был там была записка про Анну 70 лет старушка тут должен быть подъем вот он да ну все верно записка Анн находится вот здесь находилась вот здесь сейчас мы поднимемся пройдем вот этими путями потом она будет вернуть направо так прямо 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 на развилке самый правый путь на развилке самый правый путь понято принято и это равно что нам надо 37 но N62E нет 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 имеется ввиду подождите а че я шел сюда 7 N52E ну ка 7 N 52 ну видимо здесь какая-то пещера и там в центре все и разрулится я уверен так самый правый путь самый правый путь угу а может потому что я ебнулся мне придется мне пришлось вернуться через все это но судя по всему тут уже и никак то не выйти даже если я очень сильно захочу перейти через дерево надо прыгать да да эть 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 тихонько самый правый путь тут так нельзя да а то можно пойти прямо а не я там был там ничего нет вот он просто самый правый путь и тут это вообще мост а нет можно под ним пройти так самый правый ну вообще я бы здесь блять не хотел я прошел слева это сработало почему бы мне не повторить этот трюк и просто сейчас небо вернуть направо потому что вот эта развилка сейчас вот здесь она смотрите вот она и вот тут на повороте направо еще разок твою мать почему это здесь снега нет скажите там чей-то дневник скелеты миленько богорок старина как ты сюда вообще попал они хоть поклоняются тебе слушай брат но я не могу тебя сейчас освободить так что сиди пока двадцать седьмое февраля 1959 года я выехал сразу как только услышал о происшествии я был в том районе поэтому сам сообщил в институт чтобы дело передали мне приехал в вижай 19 февраля за пару дней до спасательного отряда института в ожидании отряда а ребят читайте пожалуйста потому что он меня перебивает я не люблю это а один из них сказали что у него есть и и и и и и и и и Продолжение следует... И, по какой-то причине, пытайся избежать от этого в панике. Все время быть не на щеку, опасность может таиться где угодно. Это я уже понял. Богорок меня предал. Или не предал. Может он так шутит. Я этого чувака в тени даже не увидел. Да, да. Ну будь здоров. Направо, наверное, да? Ну это типа само собой, разумеется. Так, давай-ка сюда. А отсюда мы привнём направо по голову. Тут есть кто-нибудь? Дядя какой? Блядь, да откуда? Ну откуда ты тут? Ну ёпту. Что за шутки? Его там не было. Так, ладно. Вот как мы поступим. Назад я не пойду. Не хочу. Хочу сюда. Мне интересно. Так, давай-ка. Я понял. Нам нужно бежать. Вот сюда. Здорово, братан. Что скажешь? Так, чёртово облако. Вниз! Нет. Нет. Да? Да, я себе вылезу, я умру. Из-за этой фигни. А я вообще застрял, кстати. Вот так. Вот так вот он. Всем. А-а-а! Я не знаю, что случилось. Так, ладно, уже прохаванный. Уже прохаванный. Ещё живой! Ну-ка, побежали. Свет слева, свет справа. О, там наш выход. Забегаем сюда. Отдыхаем немножко. Отдыхаем. Вижу, ты устал. Эй. Ну давай, ну топи. Родненький, давай. Родненький, там уже он. Ну, чё там. Надо прыгать здесь, вроде по всему. Вот так. Бежим дальше, бежим. Надо пробегать. Пробежали через дым. Прекрасная работа. Булыжник! Вроде всё в порядке. Предупредил. Так, спокойно теперь. На меня ничего не падает. Вроде валим неплохо. Кажется, всё кончилось. Дайте хоть гляну карту гляну. Да, там огромный богорок нарисован. Давайте к костру. Сохранение. Лагерь, боже, давайте спать. Давайте спать. Спать. А можно фаст-тревельнуться отсюда? Да, в центр. Я хочу в центр! Прекрасно. Быстрый фаст-тревел. Ладно, ребят, знаете, с холодом познакомились. Я вернусь с него. Очень интересно. До той вышки точно хочу сходить. Доброго вам фпс. С вами был Шус. Пока-пока. Закупайтесь только в шус.пронарод. Лучшие игры по лучшим ценам. Старина за качество. Отвечаю.